Привет! Еще год назад квартиру можно было купить у застройщика и оплатить ее любым удобным способом. Наличными деньгами, переводом на счет, векселем, заключить договор о переуступке права и так далее. Часть этих способов работают и сейчас. А вот с расчетами непосредственно застройщику теперь не все так просто. С вами правовая среда и сегодня я расскажу, когда можно купить квартиру и оплатить ее напрямую застройщику. С июля этого года почти всем застройщикам запретили принимать деньги от дольщиков напрямую. Теперь деньги за квартиру дольщики должны вносить в банк на счет эскроу, а не на счет застройщика. Это называется проектное финансирование. Счета эскроу – это специальные банковские счета, на которые дольщики переводят деньги за квартиру в строящемся доме. Вся сумма хранится на счете эскроу в банке до тех пор, пока застройщик не начнет сдавать квартиры. И пока дом не готов, застройщик забрать эти деньги не может и должен строить дом на свои средства или брать кредиты. Все это уменьшает риски для покупателей, ведь деньги хранятся в банке и если строительство дома заморозят, их можно будет вернуть. Несмотря на эти обязательные требования к оплате квартиры через банк, для некоторых застройщиков все же сделали послабление и разрешили им брать деньги напрямую от дольщиков. Чтобы работать без счетов эскроу, застройщику нужно выполнить несколько условий. Подтвердить степень готовности объекта и продать в доме определенный объем площадей. Объем площадей, которые застройщик должен продать, составляет 10% от площади дома, указанной в проектной документации. Важно отметить, что в расчет берется именно процент от площади дома, а не процент проданных квартир. Что же касается степени готовности, то она зависит от проекта, категории застройщика и может быть 6, 15 или 30%. Так определило правительство. Например, если на участке строятся социальные объекты или застройщик достраивает чужой дом, степень готовности может быть 6%. Если строят детские сады, школы или поликлиники, достаточно будет 15%. Во всех остальных случаях степень готовности должна быть не ниже 30%. Все требования, о которых мы говорили, должны быть подтверждены официальными документами. Нельзя просто поверить застройщику на слово. Например, степень готовности дома подтверждается официальным заключением, которое выдает орган, отвечающий за долевое строительство в регионе. Его обязательно нужно требовать, особенно если вам предлагают заплатить напрямую. А вот процент проданных площадей проверит уже Росреестр. Если сдать на регистрацию договор, по которому предусмотрен прямой расчет без использования счетов из Кроу, и при этом по информации Росреестра застройщик еще не продал 10% от площади дома, то такой договор попросту не зарегистрируют. На сегодня это все. Проверяйте любые квартиры перед покупкой. Пока!